Господин Амельянов, Вы представляете украинское государство в процессе приватизации больших энергетических компаний. Скажите, пожалуйста, что случится в следующие недели и месяцы насчет приватизации в Украине? В этом году нашим государством, непосредственно Кабинетом Министров, принято решение о приватизации 11 энергетических компаний. Из них 9 компаний – это компании дистрибьюции или облэнерго, как называется в Украине, 2 компании – это генерирующие компании тепловых электростанций. То есть процесс приватизации будет идти согласно графику, который тоже определен распоряжением Кабинета Министров на этот год, начиная с августа месяца пакетами по 4, 4 и 3 компании. Компании будут, как бы статом уже приватизации этих компаний будет приказ фонда государственного имущества, который непосредственно отвечает и будет проводить продажу акций, части акций этих энергетических компаний или акционерных обществ. Будет приказ фонда государственного имущества. После выхода этого приказа, в котором будут зафиксированы условия продажи этих компаний, согласно закону, от 50 до 75 дней будет назначена дата открытого конкурса, потому что решение государством принято осуществлять продажу этих пакетов акций на открытом конкурсе с фиксированными условиями продажи этих пакетов акций государственных. И что вы надеетесь добиться того? Значит, конечно, это будет помощь бюджета, но тоже наверняка речь идет и о модернизации этих компаний. Да, конечно. Первое – это поступление денег в государственный бюджет, дополнительное поступление денег в этом году, и учитывая стоимость этих компаний, это немалые деньги будут. И главная задача приватизации – это модернизация, реконструкция и строительство новых энергоблоков за счет частного капитала или за счет инвестиций новых собственников этих пакетов акций. Потому что государство решило оставить у себя 25% плюс 1, плюс 1 акции своей собственности, которые дадут возможность ей участвовать в процессе управления этими компаниями, контролировать выполнение инвестиционных обязательств новых собственников. И, скажем, владеть такой золотой акцией, которая сможет всегда вмешаться в негативные процессы, которые могут произойти при частном инвесторе или новом собственнике. Все это будет прозрачно? Некоторые говорят, что в Украине коррупция – это большая проблема. Как вы думаете, это все будет происходить? Сама форма продажи, я еще раз подчеркиваю, это открытый конкурс, который дает возможность участия в приватизации или при покупке этих государственных пакетов акций, которые выставляются на продажу любому желающему, при соблюдении им или желании выполнения этих фиксированных условий конкурса, которые будут доведены до потенциальных покупателей. Спасибо большое. Спасибо.